Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Пудылева Дарья Александровна, я педагог дополнительного образования школы номер 14-20, программа дополнительного образования «Основа права». И сегодня мы с вами изучаем отрасль конституционного права Российской Федерации, в дальнейшем мы с вами рассмотрим другие отрасли системы российского права. Итак, конституционное право – это отрасль права, закрепляющая в себе основы взаимоотношений личности и государства, конституционные характеристики государства, а также регламентирующая организацию государственной власти в стране иные отношения к конституционно-правовому характеру. Вы можете сделать правильный выбор, потому что конституционное право – это именно та отрасль права, которая регулирует основные сферы взаимоотношений в стране, то есть основные какие-то сферы, касающиеся государства и личности и их соотношения, взаимоотношений между собой. Ядром конституционного права является конституция, это правовой акт или совокупность правовых актов, обладающих наивысшей юридической силой и регулирующих основу организации государства и взаимоотношения государства и гражданина. То есть, конституция – это такой документ или совокупность документов, в которых вы можете посмотреть, как гражданин живет в данном конкретном государстве, как государство относится к данному гражданину, какие права за ним закреплены и так далее, а также как организуется и функционирует само по себе государство. Конституция отражает определенное соотношение политической силы в обществе на момент уже сработки, в этом проявляется ее политическая функция, а также она отражает и выражает определенное мировоззрение и декларирует важнейшие ценности, и в этом проявляется так называемая идеологическая функция Конституции. Конституционное право реализуется через конституционно-правые отношения, соответственно, мы уже говорили, что он регулирует наиболее важные общественные отношения, и реализация через конституционно-правые отношения означает, что, посмотрев, как действуют нормы того или иного конституционного права той или иной страны, вы можете исключительно по взаимоотношению органов власти между собой, по правилам взаимоотношения государства и гражданина, по правилам защиты правового статуса личности и так далее. То есть по всем тем сферам, которые регулируют конституции, по всем тем взаимоотношениям, по всем тем связям, цепочкам, которые возникают в рамках данных сфер. У данной отрасли права присутствуют свои собственные методы регулирования. В частности, здесь доминирует императивный метод, то есть метод приказной, если упростить максимально данное название и его суть. А также есть нормы дозволения, но их гораздо меньше. Они в основном применяются в регулировании правового статуса личности. То есть везде, где есть права, там гражданину дается такая возможность либо использовать, либо не использовать свое право. То есть у тебя есть право на высшее образование, хочешь ты его получаешь, не хочешь ты его не получаешь. В то же самое время императивный метод у тебя есть обязанность получить основное общеобразование, ты обязан его получить, неважно от того, хочешь ты это делать или нет. В отличие от других отраслей права, в конституционном праве также много норм принципов, норм целей, норм символов, которые сами по себе не порождают непосредственных правоотношений, но раскрываются в других нормах, других отраслей права. Например, право на жилище закреплено, но раскрывается оно у нас уже в жилищном кодексе. То же самое, защита отцовства, материнства и семьи, она у нас закреплена в Конституции, но более подробно это все раскрывается, и институты все эти функционируют все-таки через Семейный кодекс в первую очередь. К числу субъектов конституционного права в первую очередь относятся физические лица, лица, граждане, но также иностранцы, лица с двойным гражданством, то есть бипатриды, и лица без гражданства, то есть апатрида. Также, разумеется, государство – один из основных субъектов конституционного права, которое выступает в лице его государственных органов. Также субъекты федерации, если у нас государство федеративное, и административно-территориальное образование. Также субъектами могут выступать социально-этнические общности, а также общественные объединения граждан. Примеры у вас приведены на слайде. В структуру конституционного права, то есть совокупность институтов, его составляющей у нас входит политическая система, государственная суверенитет и форма правления, право свободы человека и гражданина, включая институт гражданства, государственное устройство, избирательное право-избирательная система, законодательная власть и статус депутатов, исполнительная власть, институт главы государства и функции правительства, судебная власть и статус судей, конституционный контроль, местное управление и самоуправление. Вот, пожалуйста, ребята, постарайтесь выучить вот эту структуру, чтобы ориентироваться, когда мы говорим с вами о какой-либо сфере, чтобы вы сразу могли понимать, к какой отрасли права это относится. Соответственно, если это какая-то сфера из вышеуказанных, 99,9% что это будет право конституционное. Также важно знать, что в некоторых странах, например, ФРГ, до сих пор в качестве синонима конституционного права часто используется термин «государственное право». В нашей стране такое было в период Советского Союза, однако в современной России мы не используем термин «государственного права» как синоним права конституционного, поскольку в государственном праве акцент в изучении и регулировании общественных отношений смещается в сторону государства и его деятельности. А в конституционном два таких полюса – это человек, личность и государство. И на оба этих полюса мы обращаем равноценное внимание. В государственном же праве мы больше, повторюсь, делаем акцент в сторону именно государства. Поэтому, ребят, пожалуйста, не делайте синонимами данное выражение. Но знаете, что исторически, да, были моменты в истории, когда эти выражения считались синонимами. Также в завершении нашей лекции необходимо отметить, что конституционное право в науке конституционного права делится на общее и конституционное право отдельных стран. Соответственно, общее конституционное право – это конституционное право, которое даже не составляет собой, скажем так, отрасль. Это просто наука конституционного права, которая вам рассказывает об отдельных институтах. И чаще всего здесь используется принцип сравнительного правовидения. Когда мы берем несколько конституций различных стран, допустим, Италия, ФРГ, Марокко и еще нескольких, и начинаем сравнивать, как в той или иной стране действует институт правительства, институт гражданства, институт президентства или же монархические институты. В общем, институт главы государства. какой-то там институт прав, свобод человека и гражданина, положение граждан без гражданства и так далее. Вот это общее конституционное право, без конкретного применения в какой-либо стране. Конституционное право отдельных стран, это когда мы с вами берем и начинаем изучать скруплезно, четко конституции и конституционное право, конституционные положения, конституционные нормы отдельного государства. Допустим, конституционное право Российской Федерации, либо же конституционное право Франции, либо же конституционное право Великобритании. и так далее. Вот это вы все должны отличать и тоже понимать, о каком с вами конституционном праве мы говорим на той или иной лекции. На этом мы с вами завершаем наше сегодняшнее занятие. Спасибо за внимание и удачи! Спасибо за внимание!